Привет тебе. Привет тебе, Лариса. Здрасте, Макасай Магомедович. Очень важно тебя, во-первых, поздравить с Новым годом, с новым счастьем. Пожелать тебе многолетия творческого. Спросить тебя, помогает тебе твоя подготовка как специалиста? Ты что-то взяла практического из того, что я тебе давал? Ты там с кем-то уже работала? Чем это помогает? Да, Хасай Магомедович, я очень рада нашему знакомству. Я очень рада именно тому, что я готовлюсь как специалист, потому что я специалист с большим стажем, у меня уже 20 лет, и мне ваше видение очень, вот как будто все пазлы теперь у меня встали. Во-первых, это помогает мне самой оставаться живой, вот такой красивой в моем возрасте. Да, и сейчас у меня, значит, был такой интересный случай. Человек попал в такую неприятную ситуацию, инсульт подобрался к нему ночью неожиданно, и он уже проснулся недвижимый, с болями, ему сделали операцию на череп, и 7 лет ему врачи сказали, что обратного процесса невозможно, все рефлексы у него угасли. Я провела некоторую работу с ним, она состояла из нескольких методик, из нескольких этапов, и первое, с чего я начала, это с ключа. С ключа. Это в больнице было, да? Да, это прям вот в больнице. Я просто хочу сразу сказать, что мы не клиника, и мы не обучаем лечить людей. Да, да, я тоже никого не обучаю. Ты просто взяла ключ в больнице больному, который там находился, и подключила эти приемы, да? Да, в принципе, он сам просто обратился, и так как он и говорить не мог, да, но я умею считывать информацию, я поняла, он рассказал мне, что 7 лет он просто на подушке лежал и никакого выхода не видел. Я сказала, если хочешь, давай попробуем, это так легко и просто, давай попробуем синхронизировать твое тело с твоим мозгом, с твоими мыслями. И первое, что мы попробовали сделать, это... Ключевой стресс. Левитацию, да, ключевой стресс-тест. Естественно, одна рука и нога, они у него практически не были активны, и потом мы попробовали с ним сделать вот эти 5 ваших упражнений основных. И лыжник, и ключевой стресс-тест, и шалтай-болтай. Остановились на том, что ему пока нужен шалтай-болтай. Если он не может двигать рукой и ногой, как ты с ним делала эти упражнения? Ну, у него была очень большая мотивация, очень большая. Он был после травмы черепа оперированный. Это 7 лет назад. 7 лет назад. Но уже вот у него была ремиссия 7 лет, то есть рефлексы полностью угасли. Я удивляюсь человеческим ресурсам, насколько они всемогущие, если человек сам хочет выздороветь. И я хочу сказать, что мы с ним позанимались 6 дней, где-то по 10-15 минут в день, 3 раза в день. И результат, которого мы достигли, он сам пришел радостный, стукнул себя по коленке правой ноги и сказал, увидел, как нога подскочила, и он понял, что рефлексы вернулись. Да, это человек, у которого не было надежды. Для меня это было тоже очень чудесно, потому что я очень люблю, когда все мои пациенты, клиенты выздоравливают. Это стало первым толчком к дальнейшим нашим занятиям. Дальше мы с ним продолжали заниматься по всем направлениям, и речь, и синхронизация движений. И дальше он пришел и рассказал, что у него какие-то интересные ощущения идут в том месте, где у него была операция. И он сказал, что это очень приятные ощущения. Я так понимаю, что у него пошли изменения на гормональном уровне, очень позитивные. Он рассказал, что он начал спать по ночам, что является очень важным для выздоровления клиентов и пациентов. Он рассказал, что его шея расслабилась. И дальше самое удивительное, что случилось, то есть та рука, которая уже была фиолетовая, она никак не поднималась, не действовала кисть. Он начал сжимать кисть, то есть вот эти приспособления для капельниц. И там есть этот ствол. И он впервые сжал свою руку, и это было столько счастья. И второе, что он сделал, он взял пульт от телевизора и уже вот этот с нагрузкой поднял его. И это было большим достижением. И у человека появилась огромная надежда, у него огромная мотивация дальше выздороветь есть. И стать полноправным членом нашего общества. Как же врачи там не конфликтовали с тобой? Что ты с ним занимаешься? Нет. Сейчас в больницах, в принципе, очень много таких пациентов, и они хотят открывать реабилитационные центры. И такие специалисты, такие случаи, они являются именно показательными, что это возможно. Они дают надежду действительно людям. И они дают не просто надежду, это из разряда невидимого, а это видимые результаты. Это результаты, которые можно оценить. И силу нажатия руки можно оценить, да? И подъем, координацию ноги и руки вместе. Вот. То есть мы вот такую работу делали. Это все происходило очень легко, играючи. У человека было замечательное вообще настроение, что меня радовало. И сейчас мы продолжим нашу работу. Я с ним поговорила, он готов выйти с нами троем в скайп, показать свои достижения. Переводчиком пока сурда я буду, потому что я его понимаю, то, что он хочет сказать. Вот. Он готов вот троем предоставить себя тоже, как результат. И дать надежду другим людям. Вот как вы говорите, да? Вот это человечность. И я хочу сказать, да, что я сама немножко в этот момент, так сказать, болела, и мне было не до этого как бы. Но я вспомнила о ваших словах, и я поняла, оказывается, как действительно это мудро сейчас. И вот эта человечность, и это самое главное. Это самое главное сейчас, действительно, нам остаться людьми. Ну, слушай, я хочу тебе сказать, у нас сейчас марафон будет. Ты, конечно, будешь там участвовать. Да, да, конечно. Это будет суперский марафон, потому что там будет алгоритм специальный, по которому, вот ты сказала, ты давала ему пять упражнений, а там как раз-таки я буду показывать, как человеку самому подбирать себе упражнения. Потому что нам очень важно, чтобы они были совершенно на сто процентов синхронизированы с его текущим состоянием, с его организмом, с его эмоциями. Чтобы была полная синхронизация, как платье по размеру. Да. Было напряжение, когда он делает эти упражнения. И чтобы там был алгоритм, чтобы он сам подбирал. Ну, давай мы сейчас марафон проведем. Ну, мы завтра сделаем объявление, какого числа или во сколько. Это будет бесплатный ликвез для всех. Для всех. Потому что наша школа, она больше и больше привлекает людей. И я хочу, чтобы большинство людей знало эти простые способы, которые в них самих есть. Инстинктивно. Они это делают инстинктивно, но никогда не обращают на это внимания. Вот, вот. Да, да. Кстати, я это использовала тоже. Да, я объясняла ему, как вы объясняли мне, допустим, на наших занятиях, что при этом происходит. То есть это не просто, да, движение рукой или ногой, что есть особенные процессы, которые происходят в головном мозге. А головной мозг – как аппарат управления ракетой, очень сложный. И мы увидели эти результаты. И объяснение, именно вот эта парадигма, которую вы тоже несете, да, что нужно объяснять, потому что сейчас очень высокообразованные люди, и им нужно понимать, что делается. И это помогает им выздоравливать. Это я тоже применяла в своей работе. И я видела, с каким интересом этот человек поглощает эти знания. Как будто его мозг, он превратился в пустыню, и всё, что я говорю, он прям впитывал. Он прям впитывал. И это тоже является дополнение именно к ключевым упражнениям, ключа, именно объяснения эти. Это тоже является ключевым моментом, который мы пропускаем. Очень тонкий момент, потому что люди привыкли. А вы дайте нам упражнения сразу, не надо ничего объяснять. Дайте сразу упражнения, мы возьмём их, будем делать, и всё. А на моих роликах всегда идут объяснения. Потому что нужно же как-то ещё и согласовать между умом и телом, в понимании человека, что это такое, и почему это работает, и как он может это прямо на глазах проверить, и получить результат. Поэтому пускай никто не обижается, что я всё время пытаюсь объяснить, донести до понимания. Иначе люди привыкли, дайте мне, я возьму, я буду делать, и сразу буду такой счастливый, и так далее. Ну как же без объяснений? Ну тогда и получается, что люди всё время в запутанном состоянии, потому что в другой раз что-то случится, а он не знает, как применить, как подобрать себе новое действие, новой ситуации. Хорошо, мы, значит, проведём марафон, я тебя там тоже жду, выходи там в Zoom. Да, обязательно. Там будет специально при объявлении, значит, техника, как выйти в Zoom, подсказано, люди выйдут в Zoom, их будет много, они будут делать эти приёмы, подбирать конкретно для себя упражнения. И самое интересное, мы назвали это марафон, а не потому, что он долгий, а потому, что в марафоне главное, как мне говорил марафонец, найти ритм. Вот по этой части мы назвали марафон. Да. У нас будет и марафон бесплатный для кбеса, и ещё будет вебинар специальный, который ещё более-более интересный, более полезный. Почему? Потому что там будут и дополнительные новые приёмы, например. У нас каждый марафон или каждое выступление, оно является отработкой для получения вопросов, на которые мы начинаем отвечать, например, на вебинаре. Хорошо, я подготовлю Хосай Магомедович свои вопросы, которые меня интересуют. Давай, давай. Огромное спасибо. Желаю хорошего настроения, ты хорошо выглядишь, я очень рад. Спасибо большое. До здоровья, счастья в новом году. Давай. и вам тоже. Удачи. До встречи. До встречи.